Три удачи неудачного года Нынешний 2023 год для грибников, по крайней мере в наших местах, это просто катастрофа. Никакого сравнения с прошлым годом, когда грибов было необыкновенно много, чему удачно подыграла погода. Не зря говорят, много грибов к войне. В прошлом году, бывало, идешь по лесу и придирчиво выбираешь чуть ли не каждый десятый грибок. Самый ладный, в меру крупный, но молодой, без червячков и не обглоданный слизнями. Корзинки наполнялись мгновенно. А вот в этом году, как зимы не заладилось, снега практически не было, так потом и завертелось. Весна холодная, сухая, июнь то же самое, июль, жарящая несу свет на ине и капельки дождя. Только в августе немного покапало, а потом снова сушь. Пересохли ручейки, болотца, иссякли родники. В целом осадков выпало в пять раз меньше, чем обычно. Какие уж там грибы. Однако кое-кому порой улыбалась маленькая удача. Но только тем, кто знает свои заветные места. В низинках, где влаги побольше, где подземные воды наверх выходят. Тем радостнее встреча с каждым грибком. Тем приятнее выходить из леса к машине с полной корзинкой, гордо не замечая восторженных взглядов и возгласов остальных грибников, в кавычках, с пустыми кошелками и даже, о ужас, полиэтиленовыми кульками. Так и у меня. Если не считать остальных мелких грибных событий, всего было три таких удачи. В середине августа в местном интернете появились сообщения, что в одном районе, километрах в пятидесяти от нашего города, появились белые грибочки. Толпы сраждущих грибников и грибниц. Не знаю, можно женщин так назвать. Ринулись в указанном направлении. Среди них, естественно, оказался и я. Как назло дело было выходные. Батюшки святы, сколько же было машин. На всех перекрестках и площадках для стоянки. Машину приткнуть негде. А народу? В сам лес ездить на машине нельзя. Запрещено. Поэтому, покружив повсюду и не найдя местечко, я плюнул на все и поехал домой, несолоно хлебавши. Однако уже в понедельник я не выдержал и снова направился в те же места. Сам понимал, если были какие-то грибы, то их уже все собрали. Но азарт, как и остатки древнего инстинкта первобытных собирателей, меня подстегивал. Но я решил прощупать ситуацию не в эпицентре событий, а несколько в стороне. Проехал через поселок на краю леса. Сразу за ним с асфальта проселочная дорога сворачивает вправо. Проехал метров двести. Поставил машину и решил пройтись. Лес дубовый. Есть и сосны. Рельеф. Перемежающиеся гнеглубокие балки. Внизу ручеек журчит. Спустился по склону, продираясь сквозь заросли ежевики. Перепрыгнул через ручеек. Пошел вверх по склону. А вот и первый гриб. Белый дубовый. А рядом еще один. А вот и маховичок зеленый. А там маслята. А в порослях дубков дубовички на своих крепких ножках. Вот оно, счастье грибника, привалило. Видимо, никому и в голову не пришло, что за грибами не обязательно лезть самую чащу подальше от жилья. Короче, за полчаса я заполнил корзинку, вернулся к машине, выгрузил грибы из корзинки в багажник, прихватил с собой бумажный пакет на всякий случай и назад. Через час снова вся тара заполнена. Помимо тех грибов, что я уже назвал, еще масса прекрасных мухоморов серо-розовых. Аммонита Рубисценз. Вкуснейший гриб. У пакета ручки, естественно, оторвались. Пришлось его нести в охапку. Сильно не придавишь, грибы боязно помять. В другой руке корзина, а жарища за тридцать градусов точно. Под ручьем. Глаза заливает. Пока в гору к машине пробирался, чуть не сдох. К счастью, зрителей никого не было, а то бы придушили от зависти. Вот такое оно. Счастье грибника и цена удачи. А местечко это я хорошо запомнил. Буду наведываться. Это был первый счастливый случай этого года. О других расскажу в следующих видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok